Физкульт привет, дорогие садоводы-огородники, гости, подписчики моего канала. В этом видео я хотел бы поговорить о таком вопросе, как польза или, ну в общем, плюсы или минусы сидератов, посаженных в теплице. Всем известно, что сидераты чаще всего высевают в полях для улучшения структуры почвы. Ну вот, я использую сидераты, в том числе и в теплице. Ну вот, посмотрите, какой длинный росток, сейчас я его даже замерю, вырос. В общем, длина этого ростка 30 сантиметров практически. Это его надземная часть, плюс подземная часть в виде корня, тоже имеет определенную длину. Ну, какую не скажу, копать не буду, потому что я не копаю. В общем-то, ну, давайте начнем с минусов. Какой минус или какие, скажем, дополнительные действия требуются от садовода при удобрении сидератами в теплице именно? Минус это основной, дополнительные трудозатраты. То есть, вам нужно купить семена. Я храню вот в такой бутылочке. Здесь у меня смесь редьки масличной и горчицы. Нужно купить семена. Нужно посеять. Осеял эти вот сидераты. Кто досмотрит до конца ролик, будет ссылочка о том, как я готовлю почву ранней весной. Это где-то середина марта. А сейчас, на данный момент, уже практически конец апреля. И скоро наступят майские праздники. В общем, самое время подготовить непосредственно почву к посадке. Вот я, допустим, нахожусь в Московской области, в средней полосе. В это время могут происходить заморозки. То есть, придется еще и постараться подумать об укрытии вот этих посадок. Горчицы или редьки этой масличной. Конечно, они выдерживают небольшие заморозки, непродолжительные. Вот как раз недавно у нас были довольно серьезные заморозки в апреле. Доходило до минус 5 градусов на улице. И в теплице у меня в том числе были заморозки. Доходило здесь, ну, наверное, минус 1 точно был. Потому что ведра с водой у меня замерзли. И даже замерзли некоторые цветы. Сейчас я вам покажу на примере георгина, который у меня стоял в теплице. Вот так пострадал георгин. Высажен он был в горшок. Тоже для того, чтобы пораньше началась вегетация и цветение. Но вот стоял в теплице без укрытия. Вот, посмотрите, как пожелтели у него листья. Георгины они не терпят вообще заморозков. Но, слава богу, он жив. У него пошли молодые побеги снизу из пазухов. Вот, тоже, вот, примерно из этих мест, тоже я посмотрел, будут побеги восстановления. И эти заморозки происходили с 15 по 20 апреля примерно в Московской области. Довольно серьезные заморозки. Ну, я немножко отвлекся. Я говорил о седиратах. Итак, седираты. Их нужно укрывать весной, чтобы они хорошо проросли у вас и выросли до 30 сантиметров к концу апреля. К периоду, когда вы будете сажать в свою теплицу овощи. Огурцы, помидоры, перцы, в общем, кто что. А как же утеплить эти посадки? Тут два варианта существуют. Я утепляю таким образом, что сверху я еще укрываю дополнительно листами поликарбоната. Видно, что у меня вот в таких вот коробах грядочки расположены, в углубленных. Я укрываю сверху дополнительно еще листами поликарбоната. Можно накидывать укрывной материал невысокой плотности, допустим, плотностью 40. Можно сверху, без всяких дуг. Можно использовать дуги, поставив дополнительно дуги, сверху накрыв либо укрывным материалом, либо пленкой. Таким образом вы ускорите вегетацию седиратов и получите от них максимальную пользу. Ну, то есть, в общем-то, основные минусы это в ваших дополнительных трудозатратах. Немного финансовых затрат и физического труда дополнительно. Ну, плюс затраты на покупку укрывного материала, если у вас его нет. Если у вас обычные дуги, то еще это покупка дуг или изготовление их из проволоки. Ну, или вот таких вот, как у меня, коробов. К трудозатратам, которые вам придется сделать при использовании седиратов, можно отнести еще рыхление почвы с применением вот таких инструментов, которые называются плоскорез. Можно также использовать тяпку. Ну, в общем-то, вот эту всю зеленую массу надо перемолоть, как бы. То есть, подрезать под корешок. Вот я как делаю, я подрезаю. Неглубоко рыхлю на 5-10 сантиметров. И всю эту массу, которая зеленая здесь произрастает, она вся ложится на почву, и я ее больше не трогаю. Я ее не вкапываю, не делаю оборот пласта, не капываю ее в землю. А так она сверху остается и постепенно перепревает. При этом обогащает землю полезными органическими соединениями. Делается это примерно вот так. Редька и горчица очень легко рубятся. У них такие рыхлые стебельки, вот эти вот, что они очень легко рубятся плоскорезом или тяпкой. Так что этот процесс несложный. Делается буквально за 5-10 минут. Небольшие площади у вас все порублено. Для ускорения перепревания зеленой массы сидератов можно использовать микробиологические удобрения. Вот я вам покажу, какой я в этот раз буду использовать. Биобак. Вот такое вот я удобрение купил. Здесь находится культура микроорганизмов. Ну вот все в описании сказано. Можно такую использовать, это конечно не реклама. Можно использовать байкал, сияние. И масса всяческих разных сейчас таких вот биологических удобрений, содержащих в своем составе полезные микроорганизмы. То есть это все значительно ускорит перепревание вот этой всей зеленой массы. Так что тоже советую применять. Я часто применяю и байкал. Вот это вот в первый раз применяю. Думаю, тоже вещь хорошая. Ну, чаще всего я использую байкал, конечно. Ну, а теперь поговорим о плюсах сидератов. Всем известно, что сидераты, внесение сидератов в почву, оно равносильно внесению органического удобрения. Есть некоторые там перерасчет на навоз, но я не знаю, как это можно сравнивать. В принципе, это совершенно разные вещества. В общем, первая польза от сидератов, они насыщают землю органикой. Кто занимается органическим земледелием, очень хорошо известны такие принципы, что не копать, и если вы рыхлите почву, то не глубоко ее рыхлить. То есть оставить почву в покое, и она будет самовосстанавливаться, и плодородие ее будет год от года повышаться, в том числе с использованием сидератов. В данном случае у, допустим, у горчицы, у ней длинный стержневой корень, как у редьки масличный. Этот корень, проникая на определенную глубину, но я думаю, что это в моем случае где-то 15-20 сантиметров, и в дальнейшем перепревая, создает такие как бы штыревания земли. То есть происходит при перепревании остаются канальца. Перепревание происходит за счет деятельности микроорганизмов, червячков и прочей живности, обитающей в земле. Не нарушается, в данном случае не применяется перекопка, и не нарушается целостность структура почвы. Она остается нетронутой. Бактерии аэробные, анаэробные, то есть тем, которым нужен кислород, и которым не нужен кислород, они все остаются на своих местах, они не перемешиваются. И благодаря этому происходит восстановление и обогащение почвы. Земля после сидиратов, тот, кто ее копает, заметит, что она становится очень рыхлой. Но в данном случае я, допустим, в теплице землю не копаю. Я променяю рыхление плоскорезами. Вот это, пожалуй, основной плюс. Второй плюс еще. Год из года, как правило, у кого маленькие, вот как у меня теплица, 3х6, год из года сажаются одни и те же практически овощи. Это в основном томаты. Кто-то огурцы, конечно, выращивает, но я по большей части выращиваю томаты, конечно. Огурцы я выращиваю в открытом грунте. Постепенно почва привыкает к одному и тому же растению. Накапливаются и болезни, накапливаются, точнее истощаются, те минеральные и органические вещества, которые это растение потребляет для своей вегетации, для своего роста, для образования плодов. Это все истощает почву. И вот, чтобы немножко перебить, так скажем, вот это вот влияние одного и того же растения на почву, произвести так называемый севооборот, вот еще одна в этом польза седиратов. Поэтому, если у вас есть возможность посеять горчицу в теплице, конечно, попробуйте это сделать. Вы улучшите свою почву, обогатите ее. Причем без применения химических удобрений. То есть тут вы можете спокойно быть относительно чистоты, экологической чистоты тех овощей, которые вы употребляете в пищу. Ну, вот, пожалуй, и все основные плюсы и минусы использования седиратов. На мой взгляд, плюсы гораздо важнее и ощутимее. Выращивайте экологически чистые овощи, обогащайте свою почву, и вы всегда будете с урожаем. К тому же вам не придется копать. За вас все это сделают седираты и прорыхлят почву, и обогатят ее необходимыми веществами для роста овощей, для роста растений, которые вы сажаете в своей теплице. То же самое все можно сказать и об открытом грунте. Это в данном случае я снимаю о теплице. Все это также применимо и к открытому грунту. Там, где вы сажаете, допустим, картофель, рядом можно в междурядях посадить и горчицу. Это будет тоже очень хорошая, органическая, безопасная подкормка для ваших овощей, для ваших растений, которые вы сажаете у себя на участке. Ну, на этом пока все. Кому это видео показалось полезным, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего хорошего. Пока-пока.